Ветер за кабиной уносится с пылью, слева поворот, осторонний шофер. От горизонта до горизонта. В семье Владимира Букаса все мужчины водили авто. Дед, отец, дядя были профи в этом деле. Каждый откатал под сотни тысяч километров. Тогда еще ребенком он смотрел на предков широко открытыми глазами и мечтал когда-то стать похожим на них. Папа работал сразу на ГАЗ-51, потом ГАЗ-52, потом ЗИЛ, потом КАМАЗ. Дед, да, почти всю жизнь работал. Еще на газогенераторных машинах работал в Бобруйске. Когда в Бобруйске был один светофор. Водитель по ДНК. Мужчина просто не мог выбрать другую профессию. Все детство он провел с отцом в командировках. Я первый свой рейс сделал у папы на коленях на ГАЗ-51. Когда маленький Вова подрос, первым делом пошел сдавать на права. В армию пошел, получил водительские права и все. Вот с 83-го года. В 83-м году я пошел в армию. И у меня были уже водительские права. На ЗИЛу и на КАМАЗе работал. Была такая организация ПДРСУ. Там я работал водителем битумовоза. Ну, наверное, лет 7. Потом на КАМАЗе работал на самосвале 17 лет. Ну, и сейчас вот. Ау, это самое. Ну, сейчас на бабушкиной крынке. Сейчас за плечами маститого шофера 40-летний стаж. В послужном списке ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ. Если надо, может и починить машину, и совет молодым дать. Свою жизнь Владимир Букас без дороги уже не представляет. За рулем мужчина и на работе, и после. Без преувеличения, можно сказать, история транспорта началась с изобретения колеса. Но менялись времена, ускорялся ритм жизни. И сейчас нам уже никак не обойтись без авто. Он играет в повседневной жизни все большую роль. Ажиотаж в автошколах понятен и оправдан. Каждый хочет стать мобильным и независим от других людей и обстоятельств. Самое сложное в профессии инструктора, как и в принципе при работе с людьми, найти индивидуальный подход к каждому человеку. Из-за опыта получается, что более подходишь, лучший подход к каждому ученику. Зависит от возраста учащегося. Чем моложе, тем проще обучать человека. Чем более старше, естественно, тем тяжелее воспринимается информация. Обучать дело не простое, а учиться еще сложнее. В учебной программе почти 3000 вопросов, около 130 дорожных знаков и еще много правил. Порядки движения на дорогах, приоритеты, сигналы светофоров, разметки и многое другое. Все это обязан знать каждый водитель. Учеба идет классно, все хорошо, мне все нравится. Сложности только идут в зачетах. Запомнить очень много, потому что вопросов идет, так оно на самом деле очень тяжело запоминать вопросы. Но если учить... Эти люди есть везде. Автобус, маршрутка, такси, скорая, милиция, доставка, почта. Порой от водителя зависит жизнь, судьба и свежее молоко. А дорога серою лентой убьется, Салет отожжем смотровое стекло. Никита Александров, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин. Итоги недели. Субтитры подогнал «Симон»